Я пришла на Красный Мазырянин, потому что здесь, увидя конфеты, запах шоколада, мармелада, очень вдохновляет, поднимает настроение. На данный момент на фабрике действует два цеха. Это конфетно-мармеладный цех и ирисный участок. Несмотря на это, ассортимент выпускаемой продукции очень большой. Более 120 видов. Но на сегодняшний день ведется реконструкция и модернизация ирисного участка. И в будущем планируется поставить новую линию по производству тираженного ириса и казинаков. Около 335 человек работает на фабрике на данный момент. Прежде всего, это сплоченная команда, которая заинтересована в выпуске качественной продукции, так как мы выпускаем только качественную продукцию из натурального сырья, без добавок. Я работаю варщик мармеладно-конфетного участка. Вару зефир, телемикс, мармелад, дольки, улитка. Подрабатывают на завертке коровки. Без варщика не будет продукции. Работа ответственная. Больше приглядаться. Надо хорошо за массой глядеть на заправку, на все, на варку. Люди отзывчивые, люди старательные. И всеми возможными, скажем так, силами всех людей будет положен успех, будет вырабатываться лучшая продукция, и она будет более качественной. На фабрику я устроилась в 97-м году. Профессия моя сложная заключается в оформлении заказов на упаковку. Заказать макет упаковки, чтобы он красиво выглядел, была достоверная информация, согласно нормативных документам, чтобы поступило уже красиво здесь, упаковалось на нашем оборудовании, чтобы было красочно, радостно, чтобы людям приносило радость, придя в магазин, чтобы наша упаковка красного мазырянина как-то выделялась, интересно, чтобы покупатель ее хотел приобрести. Коллектив, я бы сказала, своеобразный, потому что, вы же понимаете, все люди разные, подход каждому человеку необходим, индивидуальный, разновозрастные категории людей, что немало важно и значительно. Мы очень заинтересованы, скажем, в молодых специалистах, относимся к ним с трепетом, с душой, помогаем им. Я выбирала место отработки после университета по специальности маркетинг, искала вакансии, прошла собеседование, и вот уже с августа месяца я работаю здесь, как молодой специалист. Страшно не было, было скорее непонятно и незнакомо все, но благодаря поддержке моих коллег я быстро адаптировалась. Меня привлекла деятельность предприятия, кондитерская фабрика, маркетинг в данной сфере многосторонний. Самым сложным, наверное, является то, что необходимо одновременно эффективно выполнять множество заданий. Введение социальных сетей, также выездные дегустации, открытие магазинов. Вот недавно у нас открылся магазин в торговом центре «Перши» в Минске. Молодежь прислуховывается к мнениям старейших, обучаем их, подсказываем, где что. Мы работали на старой фабрике, на новой фабрике, процесс работы не изменился. Там старое уже оборудование было, старое еще, и некоторое оборудование перенеслось, а некоторое осталось. Это произошло в 90-х годах, в 91-м, в 92-м. Постепенно, постепенно цехи открывались и постепенно линии переносились. Мне нравится моя работа. Я другой работы нигде больше не работала. Я с училища пришла и работаю все время на фабрике. Пришла на работу, это было еще на старой фабрике. Я пришла, мне мастер дал сменное задание на распасовку блинов. Я пришла, там работала Кохленка Тамара, она мне показала, рассказала, где что брать. Немного сразу, да, было страшновато. Но потом я все равно сделала норму до конца дня. 360 коробочек было, заклеить их, упаковать у ящики. Да, мне понравилось, и так остались мы работать. Мама моя работала всю жизнь, более 40 лет на предприятии. Я неоднократно, конечно, здесь была. Участвовала и в процессе укладки мармелада. Очень интересно, особенно на новогодние праздники, когда большой ассортимент, расскажешь стих и получаешь за это гору конфет. Это, конечно, поспособствовало, что и я пришла на красный мазырянин. Начало трудовой династии у нас составляет 5 человек и более 170 лет. Положила первую трудовую деятельность бабушка Коробка Анна Антоновна. Работала в прачечной, проработала в послевоенное время более 30 лет. Затем устроилась моя мама Тамара Георгиевна. Она работала укладчиком-упаковщиком, проработала более 40 лет на предприятии. Затем ее брат проработал варщиком и бригадиром в Ерисном участке, проработал более 40 лет. И встретил свою жену Нину Митрофановну, которая работала на фабрике мастером, технологом. Ну и я, как трудовой династию продлеваю. Не исключаю, возможно, дети, внуки, была бы очень рада, чтобы продлили династию. Помню из истории, как мама рассказывала, как они на предприятии готовили на Олимпиаду в Москве кондитерские изделия. Как мечтали, что чемпион Олимпиады будет дегустировать наши конфеты. И как они вдохновлялись, чтобы было вкусно им, красиво отправить на Москву. Знаменитую коробку знают все. Даже мы еще в детстве, маленькие, знали, что коробка производится именно в Наровле настоящей, в которой в рецептуру входит еще сливочное масло. И из-за того, что там положено именно качественное сырье, ее сроки годности небольшие, всего лишь 90 суток. Так как я молодой специалист, в основном я пока набираюсь опыта, обучаюсь всему, занимаюсь разработкой рекламных макетов, предложениями по продвижению нашей продукции. Также это дегустации. И так как это кондитерская фабрика, то здесь появляются новинки, и их нужно продвигать, чтобы как можно больше людей их попробовало. Время движется. Новые тренды, новые вкусы. Маркетинг проводит исследования. Мы, конечно, дегустируем, проводим много исследований, с какими вкусами нам работать на новый вид продукции, с ароматизаторами. Разрабатывается новый вид конфеты, мармелад, либо пастила. К новому виду конфеты, конечно, необходима новая красивая красочная упаковка. На упаковку наносим информацию согласно требованиям ТМПА. Разрабатываем совместно с маркетингами новую упаковку. На нашу фабрику приезжал президент и дал нам на новую линию зефира деньги. И так наша фабрика развивается. Кажется, раз в пять лет превратается новая линия, новое производство. Новинок планируется и рис сиражины с различными начинками, и рис газированный. Также козинаки, энергетические батончики и гематоген. В ближайшем будущем будет открытие линии и ее запуск. Это 31 декабря планируется. Также в следующем году планируется установить новую пастильную линию по производству пастилы. Новинками я с вами поделюсь. Планируется запустить мраморную пастилу и пастилу с кусочками мармелада. Мы единственные в Беларуси, кто выпускает пастилу. Поэтому сказать, что идет круговорот людей. Все постоянно работают, все задействованы. Рада, что я оказалась на отработке именно здесь. Уверена, что фабрика добьется больших побед. Конечно же, будем стремиться все вместе создать лучшее. Хотелось бы замахнуться и на Китай, как все. Естественно, главная перспектива это выпуска продукции, нахождение рынков сбыта. Учитывая, что наши продукции знают и любят много где, поэтому я думаю, в будущем мы будем, вы будете слышать нас больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»!